Мне кажется, что эта смена и предыдущие четыре года работы фонда «Шеридарь» не прошли не благодаря гранту или кому-то еще, а благодаря людям, основателям, сотрудникам, волонтерам фонда, которым не все равно на те проблемы, которые есть у детей, перенесших тяжелые заболевания. Поэтому грант-президент здесь лишь один маленький, очень маленький элемент помощи, который в совокупности с тем трудом, который делают люди, позволяет такие смены проводить. Понимаете, фонд «Шеридарь» — это, с одной стороны, уникальная программа некоммерческой организации, которая объединяет в себе не только помощь или не только ресурсы государства, но в первую очередь они стараются привлекать средства бизнеса, они вкладывают собственные средства, они привлекают труд волонтеров. То есть сам по себе, как организация, даже если не оценивать тот социальный эффект, который выражается в конкретной помощи конкретным детям, он уже очень высок, потому что люди, которым не все равно, они объединяются вокруг этого фонда и начинают ему помогать. Мы бы хотели, чтобы этот опыт, который есть у фонда «Шеридарь» здесь, в Владимирской области, он как-то транслировался для других некоммерческих организаций по всей стране, что не обязательно всегда в первую очередь идти что-то просить, а можно привлечь ресурсы абсолютно с разных сторон. А как оценить социальную значимость? Ну, понимаете, за 4 года фонда более 700 детей прошли реабилитацию. Это дети, перенесшие тяжелые заболевания. Мне кажется, что жизнь одного человека – это уже является величайшей ценностью. А тут детей 700, и каждый из них получил квалифицированную помощь, очень важную помощь. И помощь в тот момент, когда, по сути, государство уже закончило им помогать, то есть они уже прошли лечение, они уже вылечились. А вот что происходит дальше, к сожалению, кроме таких фондов, как «Шеридарь», никто не задумывается. А нам важно об этом думать, и важно поддерживать не только детей, но еще и родителей, то есть семью, в которой этот ребенок растет. Поэтому оценить социальный эффект, мне кажется, что нет оценки. 5-10 баллов – очень хорошо. Это жизни людей и жизни маленьких людей. Это очень важно. 20 лет назад у нас вообще не было ни одной некоммерческой организации, 25 лет назад у нас были только государственные учреждения. Сейчас у нас 227 тысяч некоммерческих организаций. Сейчас у нас более 2 миллионов человек ежемесячно являются волонтерами, то есть на добровольных началах помогают некоммерческим организациям, благотворительным фондам. Это вопрос развития общества. И сейчас мы проходим тот этап, когда фонд «Шеридарь» или подобные фонды – это же нечто уникальное. Я думаю, что пройдет просто какое-то время, 5-10-15 лет, это станет нормой. Вообще помогать в обществе должно быть нормой. Это не что-то вот вау или, не знаю, какой-то подвиг. Это нормальные отношения между людьми. Во-первых, больше центров таких строить. Во-вторых, больше помогать таким фондам, как «Шеридарь», которые уже такие программы реализуют. В-третьих, делиться опытом с региональными некоммерческими организациями. У нас 85 регионов, и дети с тяжелыми заболеваниями есть абсолютно в любой республике, области или крае. И опыт, который есть уже у фонда «Шеридарь», я уверен, его надо переносить и передавать другим некоммерческим организациям, чтобы они с детьми, которые уже вылечились, помогли им вернуться в такую замечательную жизнь. Получить наш грант, в общем-то, несложно. Есть определенные процедуры, некоммерческие организации в течение года подают заявки в наш фонд, описывают проекты, на которые они хотят получить грант, и конкурсная комиссия рассматривает эту заявку и принимает решение, одобрить ее или не одобрить. Всего в этом году к нам поступило более 2000 заявок на гранты, и 221 некоммерческая организация уже получила грант-президент. Понимаете, любые деньги, распределяемые на конкурсной основе, не всегда предполагают, что есть победители, то есть лучшие проекты, и те проекты, которые решают действительно важные, большие социальные задачи. И всегда есть проигравшие, то есть те, кому, может быть, чего-то пока что не хватает для того, чтобы этот грант получить. Мы как фонд помогаем некоммерческим организациям, которые грант у нас не получили, консультируем их, подсказываем, что в проекте необходимо поменять, для того, чтобы, может быть, в следующий раз все-таки этот грант получить. Грант не предполагает регулярной поддержки. Это поддержка одного конкретного проекта, который имеет определенные сроки реализации. Вот сегодня в фонде «Шередаль» как раз-таки закончилась та смена, которая была профинансирована в том числе средствами гранта. То есть это далеко не вся сумма, я уверен, которую потратили на организацию такого мероприятия. Но при этом есть организации, даже те, которые получают грант повторно на какой-то новый проект, когда они показывают, что они уже сделали один успешно, что средства гранта были потрачены с умом, что действительно проект достиг необходимых социальных результатов, и мы с удовольствием поддержим новые проекты таких некоммерческих организаций. Во-первых, необходимо быть открытыми. Спонсоры, частные жертвователи, если они дают свои средства и выступают спонсорами, то для них очень важно, что эти средства были потрачены, какой был достигнут результат, и как фонд может представить результаты этой работы в открытую. У нас, к сожалению, пока сами некоммерческие организации не всегда готовы раскрывать полную информацию, а куда же были потрачены финансовые средства. Это первое. Второе. Ну, повышать уровень своих компетенций. Потому что очень часто, опять же, позиция некоммерческой организации по отношению к государству – дайте. Вы нам должны, потому что мы делаем доброе дело. Необходимо уходить от этого формата, к формату партнерства. Мы решаем социальную задачу, которую вы, государство, не решаете. Не надо организовывать что-то новое. Помогите нам, чтобы мы делали это больше, эффективнее и масштабнее. Это второй момент. Ну и третий – всегда искать формат взаимовыгоды. Партнерство, оно строится на элементе, что, в общем-то, это выгодно и мне. В данном случае государству это выгодно мне, бизнесу, потому что я занимаюсь, например, программами территориального развития. И это выгодно человеку, который хочет быть жертвователем. В прошлом году Общественная палата России проводила большие исследования некоммерческого сектора. И, в общем-то, самый главный запрос, который говорили сами некоммерческие организации, что им мешает развиваться – это отсутствие знаний. То есть опыт они уже получили, а системные знания, как работать с теми же спонсорами или частными жертвователями, к сожалению, пока что это достаточно большая редкость. Вот в этом году при распределении средств грант действительно у нас очень часто побеждали проекты, которые как раз-таки умеют хорошо работать и с бизнесом, и с властью, которые устойчивы и без средств грант. То есть для них грант – это лишь один элемент помощи, но, в общем-то, без него программа все равно состоится. Может быть, не в таком большом масштабе или не такое количество людей получит помощь и так далее. И вторая вещь – это считать эффективность. Вот как грант-оператор с фондом «Шеридарь» я могу посчитать конкретное количество детей, конкретное количество семей, которые благодаря гранту получили помощь. Это тот самый социальный эффект. Очень часто у нас появляются заявки, которые, ну, скажем так, конечным результатом помощи или кому выгоден этот проект, видят лишь в помощи самим основателям. То есть я придумал, что мне это надо, я хочу получить на это грант. А есть ли потребность в таком проекте у людей? Чья жизнь после реализации средств гранта президента улучшится? Вот такой вопрос некоммерческие организации себе пока что задавать не всегда готовы. Мне кажется, вот с проектом фонда «Шеридарь» точно никаких проблем с ответом на этот вопрос нет. Необходимо привлекать волонтеров, ввлекать их в деятельность, которые понимают, как работать с местной администрацией, чтобы она помогала также этому проекту. Еще раз повторюсь, все средства грантов президента – это 4,6 миллиарда рублей. Это очень много. За 10 лет сумма грантов президента увеличилась в 10 раз. 10 лет назад это было 500 миллионов рублей. Президент большое внимание уделяет развитию некоммерческого сектора. Но это несопоставимо, например, со средствами частных жертвователей. В этом году 140 миллиардов рублей россияне пожертвовали благотворительным фондом. Эта цифра несопоставима. Если некоммерческие организации будут видеть только один источник финансирования, но никакого возможности для развития у них нет. И нам очень важно научить НКО работать не только с государственными деньгами. А второе, очень важен такой опыт, как фонд «Шеридарь» показать другим, что, ребят, посмотрите, да, организация получила грант президента, да, на это средство гранта было сделано вот это, вот это и вот это. Но, помимо этого, в течение 2016 года организация еще столько средств привлекла от других сторон. Это очень важно. И во всех странах мира финансирование некоммерческого сектора от государства составляет не более 10%. У нас эта цифра даже выше, она порядка 15-20%. Поэтому надо идти к тому, чтобы она постоянно снижалась.